и кстати говоря о болях вот более если человек как-то их не испытал но больно и больно но сколько это больно он это со своего так сказать опыта судить об этом так вот у меня опыт боли там допустим молотком прибил палец одна боль упал с велосипеда удалился коленками 2 боль в аппендицит болит такая неприятная крайне боль охаешь ахаешь уже там 3 это бульда когда тебя колят для обезболивания в живот это юлой такое впечатление как будто те там карандаш туда втыкают потом зубная боль о собой частенько бывало у меня ну как говорится на что ты хочешь сладенькая любишь а потом удивляйся что там у тебя с зубами бывает такое вот бывали значит такие боли когда я стоял кверху пупой причем это было в поезде и обезболивающее чтобы не помогали ушная боль бывало но она видать не успела развиться и показать все свои возможности я свое время по на русскую совсем недавно ее слушал она говорит но от боли градация боли так приводит что самая большая то ушная боль ну что ближе к голове естественно 2 зубная боль а потом уже почечная боль так вот были у меня и почечные боли тоже в поезде были когда у меня песочек проходил и кстати после того как вот это все знаете вот вышла вот как раз про нее там говорили про еду по на русскую что она после этого значит потеряла массу тела была очень такая изможденная и все считали что она там придерживается какого-то там питания хочет вес там сбросить и прочее прочее она говорит нет это все ерунда я просто напросто сильно болела и болела именно вот после того как эти проблемы с почками были и вот у меня после того как вышли вот этот песочек об этом этом рассказывал можете почитать что человек я делал до этого вот я сбросил массу тела и выглядел действительно таким вот знаете человеком человеком далеким от здоровья такой стройняшка был а сейчас смотрите я как поправился какой горный какой горный сто семь кг уже набрал ведь что делает питание в купе с занятиями тяжестями вот то есть были и почечные вернее почечные а вот это вот когда эти все выходят боли конечно такие вот особенно знаете первое было этого что то такое и тошнило и и и и все что угодно было то есть не знал куда а это с одной когда выходили почки а потом когда с другой выходили я уже как-то претерпелся уже не так как-то реагировал до больно было да это ну особо не это потом геморрой геморрой ну мозоли вы знаете мозоли переломов не было у меня растяжение были спинные боли крайне неприятные были шея была плечи были локти были то есть для того чтобы стать самому себе целителем надо пройти через вот эту всю ерунду и видите я сейчас смеюся видите вот посмотрите на меня я сейчас смеюся а тогда не до смеха было далеко не до смеха и слезы наворачивались а теперь я смеюсь а пройдя через всю вот это вот и знаю как помочь своему организму а вернее лучше всего не допустить до того чтобы это было вот чем я занимаюсь а ну еще разок вас с праздничком с праздничком добра счастья здоровья сап черепа дуба 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 крепкая кисть и мощная дельта трицепс на завитке все жму на папа без остановки свои 66 вы знаете что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести пожалуйста обращайтесь ко мне на мою электронную почту цены вас приятно удивят плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас